Еще вчера в этом доме жила многодетная семья. Сейчас на этом месте пепелеще. Два часа ночи в пожарно-спасательную службу Кызыла поступило сообщение о пожаре на львобережных дачных обществах. На момент прибытия огнеборцев дом горел открытым пламенем, который в дальнейшем пожарным удалось локализовать. Сейчас сотрудниками испытательной пожарной лаборатории МЧС проводится более детальный осмотр места пожара. Предварительная причина перекал печи, потолочное перекрытие, крыша дома. Но следствие идет, пока у нас идет разбирательство по этому пожару. В момент возникновения пожара в доме находилась мама с четырьмя детьми. Самому старшему ребенку 5 лет, младшему 5 месяцев. Мы вот спали, я встала в час ночи, проснулась. Смотрю, что-то с крыши, как будто кто-то ходит. Смотрю, в окно все горит, блин. И смотрю, горим. Выхожу на веранду, горит крыша второй этаж. И я всех детей на улицу, до соседей добежала. В панике выбежали из горящего дома только в том, в чем спали, вспоминает хозяйка дома. Испугалась, что кровля не выдержит и обрушится прямо на них. Пока бежала с детьми к соседям, потеряла из виду трехлетнего Макара. Занесла ребенка быстро и быстро за ним пошла. Он уже голый вообще сильно был. Мы с соседем Макар, Макар. Думала, дома он. Домой зашли в огненный. Там его нигде нет. Даже два раза заходили. Там его тоже нет. Не теряя ни минуты, соседи кинулись на помощь молодой маме в поисках ее сына. Но безрезультатно. По счастливой случайности, ребенка, лежащего прямо на снегу, обнаружили инспекторы ГИБДД, которые, заметив пожарную машину, последовали за ней, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения вблизи места происшествия. Был без одежды. На нем только была куртка. Состояние критическое. Не подавал жизненные признаки. Усилиями дорожных полицейских и медиков ребенка удалось спасти. Теперь его здоровью ничего не угрожает. Мальчик находится под наблюдением врачей. Можно смело утверждать, что Макар, которому вчера же, 25 января, исполнилось три года, сегодня празднует свой второй день рождения. Да, обморожение есть, но второй, третий степени. Сейчас семья находится у родственников. Никто из них серьезно не пострадал. Однако во время пожара у них сгорело все. Семья нуждается в теплой одежде и обуви, особенно в детской. Если вы хотите помочь семье, то можете позвонить Валентине Кононовой по номеру, который вы видите на своих экранах. Валентине Кононовой по номеру